Прям вот начинаю-начинаю? Да, прям начинаю Прям начинаю-начинаю Ну что, начинаем Здравствуйте, рад вас приветствовать на Усачевском рынке Наши торговые точки и экспериментальной площадке Где мы делаем чайные коктейли Коктейли на основе чая Используем для этого эспрессо-машину Делаем разные вариации С соком, с молоком С добавлением и других различных ингредиентов Но уже есть сформированная база меню Которую, соответственно, мы уже представляем на сайте Также вы можете у нас увидеть в нашем инстаграме И прийти к нам попробовать что-то вкусное и интересное Сейчас буду готовить разные вариации Самая, наверное, классика И то, что чаще всего, конечно же, выбирают Это пуэры в первую очередь И будем готовить шу-пуэр вишни Это вообще классическое сочетание К этому мы в рецепт, скажем так, пришли достаточно быстро Варка пуэра на вишневом соке, к примеру Или варка его с листом вишни Это уже давно используется Такое по чайной культуре И сейчас мы обогащаем чайную культуру Тем, что придумываем какие-то еще новые способы Приготовления чая Важно, как всегда, это качественный, конечно, хороший продукт Качественный чай Ну и не только чай, ингредиенты тоже, которые используются Как говорится, качество Это должно быть всегда на высоте И используем для этого вот как раз нашу эспрессо-машину То есть сначала готовится сильный, ну как это в кофе называется, ристрета То есть прям должен быть очень сильный, такой густой чай Чтобы сквозь, с чем бы мы там его не мешали В этом случае с вишневым соком Он прям пробивался, просвечивался Так, вишневый сок Вот используем вишневый сок Еще, кстати, у нас классически в меню он идет без корицы Но мне очень нравится добавлять корицу Единственное, что, как я понимаю, с ее количеством корицы нужно тоже уметь, скажем так, добавить Для всех подходящее количество, потому что я люблю много корицы Но, к сожалению, не всем нравится порой, когда ее добавляют очень много В этом случае я, конечно, буду ее использовать Но добавим ее поменьше Прям совсем чуть-чуть После того, как уже подготовили сок и корицу непосредственно, делаем ристрета Он у нас сначала первый пролив прошел для того, чтобы немножко Тут уже, по сути, не чайный лист, а тут уже используется перемолотый чай То есть, в основном, это купажи бывают разных каких-то сортов чая Вот, ну, то есть мы собираем там какие-то шубуэры, к примеру, там купажи красного чая и так далее Но в этом, кстати, случае здесь один-единственный сорт, который я специально перемолол по кофемолке Ну, теперь это чай-молка, как эти кофемашина стала чай-машиной Перемолол специально сорт Манхайтедзи Вот шуча из рассыпного нашего ассортимента Потому что он достаточно выразительный И как раз он очень хорошо подходит для приготовления чайных коктейлей Вот, и, собственно говоря, вот заливаем Следующий момент обязательно нужно взбить После взбивания напитка наливаем уже его либо в стаканчик Если вы приходите к нам непосредственно здесь посидеть попить Либо в бумажный стаканчик, если желаете взять с собой Сейчас я налью в Гундау Бэй, потому что пьем здесь, будем пить, скорее всего, из пиалочек Вот, и получается вот такой вот очень красивый настой Кстати, хочу еще тоже обратить ваше внимание, как красиво меняется его цвет с остыванием Важный такой момент, который сегодня, кстати, подметили Это то, что как чай, просто чай, то есть когда моно, без каких-либо добавок Подобные коктейли тоже при остывании ведут себя уже немножко по-разному Меняется вкус, соответственно, чая Вот цвет настоя, как вы уже только что увидели Вот, и получается очень интересный напиток Вот, что важно еще к этому относиться, как это к тому, что это уже не чай, то есть как таковой Это нужно рассматривать как отдельный напиток, то есть как коктейль в первую очередь А потом уже там проглядывается в этом, соответственно, чай Тоже интересная история, как мы приходили вообще к консистенции, то есть чего, сколько должно быть В первую очередь была очень большая проблема раньше Раньше мы пытались приготовить чай с чем-то, но была очень большая проблема, что ты начинаешь пить И как бы вроде бы ты пьешь чай, там что-то есть, но он получается напиток пустым, как бы И поэтому, как это, знаете, есть выражение, ни рыба, ни мясо Потом уже пришли к тому, что я решил, а почему бы не взять и просто не сделать коктейль Просто такой напиток, который будет вкусный, классный И не важно, насколько будет там сильно вообще ощущаться чай Просто чтобы напиток такой был вкусный, чтобы человек там, даже не зная просто что это Взял чашку, выпил и сказал, вау, это вкусно, а что это? Тогда у нас получились действительно интересные напитки, которые люди постоянно приходят, пробуют и говорят, что да, это очень круто, это очень классно Когда пытаешься сделать из этого именно чай с добавлением чего-то, то получается такое, что типа, ну, не знаю То ли и не сок, и не молоко, и не чай, в общем, ни туда, ни сюда, как говорится Вот, вишня пуэр Здесь прям пуэр, кстати, сейчас очень хорошо ощущается На корице уже поменьше Чем в прошлый раз я готовил Следующее, что мы приготовим, это будет у нас дохунпау С яблочным соком Apple дохунпау В меню у нас идет такой напиток Вот, тут, кстати, в этом случае даже я смотрю, что у нас фракция дохунпау достаточно крупная, чтобы приготовить коктейль Поэтому я буду использовать все-таки в этом случае чай и молку, чтобы немножко измельчить сырье Интересный момент тоже про эспрессо-машину, как раз про приготовление в ней чая скажу Когда просто готовим чай с собой, к примеру, не обязательно именно коктейль Разная фракция нужна для разных типов приготовления То есть, если готовишь там, соответственно, коктейль, то нужно сделать прям очень мелкую фракцию Если же ты готовишь просто чай с собой, то нужна уже такая средняя фракция, чтобы был чай не слишком крепкий, но при этом вкусный, выразительный Интересный момент по поводу приготовления просто чая с собой через эспрессо-машину Эспрессо-машина готовит более действенный чай В особенности пуэры, у нас наши посетители любят и, в принципе, просто заказывать пуэры За счет именно яркой бодрости, то есть, они получают бодрящий, яркий напиток И он начинает действовать достаточно быстро и сильнее, чем когда ты готовишь проливами Плюс скорость, то есть, когда, соответственно, там просят приготовить пуэр с собой, то получается все достаточно быстро, буквально пару минут И он уже готов, у вас целый стакан вкусного, хорошего пуэра Перемололи до хунпао Теперь засыпаем его в рожок Также запустили пролив Листик у нас пока разбухает А мы пока берем яблочный сок Сюда мы будем сейчас готовить следующий В этом случае, кстати, в Эппл до хунпао тоже можно добавить корицу Не знаю, может, потому что я просто фанат корицы, скажем так И мне она практически везде заходит Если любите корицу, я однозначно думаю, вам такое понравится И вот у нас пошел до хунпао То есть, если обратить внимание с пуэром, если это было не столь заметно Потому что пуэр всегда, в принципе, черный и густой, как нет То до хунпао обычно все-таки прозрачный и светлый Но нам важно приготовить такой, чтобы он был цветом практически как, собственно говоря, пуэр Тогда он будет уже выражаться хорошо через вкус уже непосредственно самого сока Сейчас я даже сделал несколько больше, чем нужно Поэтому залью я его не полностью, часть я все-таки солью И также у нас идет взбивание Аромат, кстати, до хунпао я сейчас очень хорошо ощущаю Он прям, мне кажется, по всему месту тут распространяется Ну и можно налить его сюда И тоже посмотреть, как красиво играет его цвет С пенкой получается Так и как поднимается потихоньку, меняется цвет И как это, пузырьки, правильно сказать, соответственно, поднимаются у нас кверху Допью вишню пуэр И пробуем Apple до хунпао До хунпао ярко чувствуется Он выразительно Сладкий Действительно необычный коктейль Хотя это при том самый простой, который вообще можно, в принципе, приготовить То есть два ингредиента, по сути, и все Но когда хочется чего-то горячего, не чая, но сладкого Вообще отличный, прекрасный вариант Следующее, что я сейчас буду готовить Это у нас уже будет, какой, скажем, без чужеродных ингредиентов Но, тем не менее, возможно, вас это удивит Кто-то у нас уже есть, того, кого, кстати, у нас в меню нет Но некоторым покупателям нашим уже такое готовили И они часто приходят именно за таким напитком Хорошее сочетание это гуандунский улун и матэ Почему вот я не говорил, что что-то чужеродное, скажем так Потому что и там, и там травы, по сути, получаются То есть смешаем камелию и падут парагвайский Итак, гуандунский улун Как раз у нас здесь есть небольшая порция для приготовления Есть хоть и достаточно мелкая фракция, но я буду его проливать очень быстро Чтобы он не перенастоялся Все очень просто Порция тоже гуандунского улуна Которую мы сразу же вытряхиваем Следующее, что у нас пойдет Матэс Матэ вообще очень удобно Матэ и так, по сути, чаще всего это мелкая фракция Есть, конечно, какие-то уже более крупные листовые сорта матэ Но большинство, конечно, достаточно мелкие В этом случае предпочитаю с гуандунским улуном использовать что-то дымчатое Можно барбакуа Но, в принципе, в этом случае у нас пойдет наш матэ парагвайский В котором дымок очень хорошо тоже ощущается Парагвайский традиционный Так, подключили Тоже пролили Даем слегка разбухнуть листику Пока я его пакую Интересный момент по поводу приготовления в эспрессо-машине Как-то к нам заходил посетитель Который сказал, что ему матэ очень не нравится Он не понял его вкуса Когда я ему приготовил в эспрессо-машине матэ Хотя он пил традиционным способом Через колобаз, через бомбижью Но приготовленный через эспрессо-машину ему очень понравился И приятно было услышать, что я меняю его мировоззрение на некоторые продукты чайные Потому что до этого у него такая история была примерно такая же с пуэрами И вот у нас тоже, по сути, коктейль на основе чая Но уже без соков Это уже чисто у нас такой травяной смесь трав И выпьем пялочку лондонского улуна Да, ребят, у нас здесь очень много коктейлей Мне нужно их куда-то разлить кому-то, чтобы... Я хочу просто вот это все разлить, чтобы приготовить уже следующее Это сейчас как раз еще немножко остынет Поэтому сейчас налью еще и этот А, я вот, скорее всего, возьму сейчас Чтобы перелить можно в этот питчер Который я пока использовать не буду, он слишком большой Поэтому сюда мы перельем вишню пуэр Татьяна, если что, угощай наших посетителей Так, держи Так, что у нас следующее? Следующее тоже возьмем традиционный такой напиток Это масала, специи Красный чай будет с молоком Кстати, интересный момент, что можно, в принципе, разное молоко использовать Вот, не обязательно это должно быть, скажем так, традиционное То есть я часто готовлю на миндальном, на соевом, на овсяном Да, когда вы к нам приходите, тоже можно выбрать еще молоко, на каком приготовить И на кокосовом в том числе Вот, на кокосовом, единственное, конечно, напитки чуть подороже стоят Ну, немножко оттенки прям табака ощущаются Ну, это вот как раз-таки от терпкости гуандунского улуна и припеченность мата Так, масала Масала у нас будет с красным чаем Но, опять же, масала можем приготовить на разных вообще чаях То есть не обязательно это будет красный Вот, по вашему выбору можем приготовить с дохунпао или с пуэром Ну, лучше всего вот с этими как раз темными сортами и сочетается Освободим рожок от мата Засыпаем вот в рожок красный чай Тоже уже заготовленный купаж Разных абсолютно сортов Среднего, по сути, помола Можно было, конечно, и посильнее его еще перемолоть Ну, я думаю, что в этом случае это не обязательно Вот, пока у нас готовится красный чай Берем молоко Так, в этот раз возьму я, пожалуй, овсяное Овсяное молоко Так, берем специи масала Мы тоже уже используем нашу заготовку Ну, тут можно по-разному количеству использовать Можно побольше, поменьше В зависимости от того, насколько поострее хотите, чтобы получилось Я иногда еще использую просто отдельно черный перец добавляю То есть, чтобы других компонентов, соответственно, было в определенном количестве Вот, но был на фоне всего выражалась острота Потому что я очень люблю острое И чем острее для меня, как правило, блюдо, напиток в этом случае, тем интереснее Красный чай Цвет настоя, как видите, тоже достаточно такой плотный для красного чая Залили Как и во всех других случаях Взбиваем И Получаем коктейль масала Прям горячий, дымящий Дымящийся Вот И сейчас себе тоже налей пиалочку Тут еще немножко предыдущего коктейля осталось Вот, когда, кстати, выпиваешь столько много коктейлей на основе чая Действия, как бы, еще даже, мне кажется, порой похлеще, чем от чая Потому что в литраже, по сути, я сейчас выпил не так много По сравнению с тем, сколько я выпиваю чай проливом Но состояние чайное Оно, во-первых, одно на другое накладывается Как бы с одного чая на другой И поэтому очень забавно выходит Масала получилась очень плотная Естественно, с овсяным вкусом Вот, поэтому немножко, как будто кушаю еще овсянку ощущение Так, и переходим к следующему У нас напитку Игуанинь, кокосовое молоко Тут еще, кстати, можно готовить С добавлением ананасового сока Ну, вот, чтобы получить некий такой разновидность Так, пинаколада Ну, чуть не забыл название коктейля Вкусы пинаколады Вот, но сейчас у нас просто будет с кокосовым молоком Для этого я, кстати, использую отдельный сорт Тигуанинь де пин возьму Вот, который буду сейчас перемалывать Также в кофемолке Потому что у него яркий, выразительный вкус свежести есть Который мне нужен в сочетании именно с кокосовым молоком Есть, конечно, готовый купаж тигуанинь Но он уже больше такой плотный В нем нет вот ощущения такой свежести Который необходимый именно для коктейля как раз-таки Вот он уже подходит больше для других рецептов Промываем Обязательно такой момент, особенно перед светлым чаем Нужно протереть группу Нужно ее еще немножко прогнать Тоже кипяточком Возможно, еще раз протереть Еще я предпочитаю, чтобы хорошенько промыть Сами рожки Еще вставить рожок и тоже через нее прогнать горячую воду И засыпаем необходимое количество тигуанинь Тигуанинь есть такая еще вообще, в принципе, у сферически скрученных улунов Есть специфика небольшая То, что с рожками бывает очень сложно Лист, если нехорошо перемолот, он же начинает разбухать И занимать очень много пространства И за счет этого выходит так, что занимает слишком много пространства И в итоге вода перестает просто протекать Даже давление кофемашины с этим не справляется Чай-машина, прошу прощения Иногда еще забываю про этот момент Добавляем кокосовое молоко Поскольку очень жирное, поэтому совсем чуть-чуть Но вопрос тоже, что хотите получить Если хотите прям рап, чтобы жирный был То можно, конечно, побольше Разбавляем чуть водой Я обычно использую там треть Ну, по сравнению именно кокосовое молоко Вода, то есть треть примерно кокосового молока И две трети использую воды И половину Если уже брать сколько Вот этот уже, соответственно, у нас размешанный И тигуанин Наливаю где-то примерно половину от этого всего Как он, кстати, красиво смотрится здесь Здесь у него такой примерно цвет Чуть еще желтоватый Так, взбиваем Божественный аромат тигуани стоит здесь Так, и чтобы вы видели, соответственно, цвет Который у нас получился Немножко мимо все пошло Вот, брошу вас В основном, конечно, он с небольшим зеленоватым оттенком Получился В целом больше, конечно, белый Потрясающее сочетание на самом деле Единственное, что такое пожелание Можно еще добавить немножко меда Или, опять же, ананасового сока для сладости Потому что кто любит сладкое Вполне тоже может захотеть Что-то подобное сюда А в целом, это прям Стартовая, скажем так, вариация вообще коктейлей Которые у нас есть Потому что Мы еще экспериментируем Мы любим пробовать что-то разное абсолютно Экспериментировать с добавлением вообще других продуктов Фруктов, к примеру Шоколада, какао-бобов Когда вы приходите сюда Вам может, по сути Даже я пока не знаю, как это назвать специальность Потому что, ну, чайный мастер тоже, конечно же Коктейльный мастер Чайный коктейльный мастер Вам может предложить какие-то вариации Чисто от себя То, чего нет в меню Но то, что будет получаться очень классно Круто У нас уже был стрим недавно Мы как раз прям сочиняли на ходу, скажем так, коктейли И получалось очень прикольно Что-то получалось совсем необычное И непонятно Вкус насыщенный То есть, если оценивать напитки уже по каким-то вкусовым, ароматическим свойствам Они получались очень яркие Но сочетание вкусов было прям совсем необычное Что-то получалось прям очень круто Что ты выпивал и прям понимал, что это очень классно реально Поэтому приходите Будем вас угощать разными вариациями С вами был Стефан Буду рад вас видеть на Усачевском рынке И на Даниловском рынке И на Даниловском рынке